Музыка Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хотела бы вам рассказать про уникальное масло, которое великолепным образом восстанавливает кожу. Оно полезно как для молодой, так и для увядающей кожи лица. Его можно применять как при сухом, так и при жирном типе кожи. Это масло кокосовое. И если его по какой-то причине еще у вас нет, срочно покупайте. Эффект от него просто ошеломительный. Где и какое масло купить? Сейчас в интернете на самом деле очень много вариантов кокосового масла. Выбирайте на свой вкус. Я могу лишь сказать, что сама приобрела кокосовое масло в интернет-магазине Wildberries. Про него, думаю, слышали практически все. Там представлено кокосовое масло самых разных производителей. Цена за такой флакончик объемом 60 мл 142 рубля. Производителя я не показываю специально, чтобы вы не сочли это видео за рекламу. Используется маслица довольно экономично, так что покупку я считаю вполне выгодной и недорогой. Кокосовое масло имеет совершенно уникальный состав, содержащий огромное количество витаминов и полезных жирных кислот. Продукт этот особенно полезен для увядающей и стареющей кожи. Это одно из немногих средств, которые подходят для чувствительной зоны вокруг глаз. За несколько недель применения удается избавиться от гусиных лапок и темных кругов. А вы пока подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе нового видео. Для устранения гусиных лапок и темных кругов мы сегодня приготовим следующий простой, но невероятно эффективный рецепт. К 5 каплям кокосового масла мы добавляем 1 каплю жидкого витамина Е. Все перемешиваем. Наносим эту смесь на область вокруг глаз. Важно не втирать средство, а аккуратно вбивать его подушечками пальцев. При этом двигаться по ходу часовой стрелки. По верхнему веку от внутреннего уголка глаза к внешнему, по нижнему наоборот. В местах расположения гусиных лапок массаж должен быть чуть интенсивнее. Оставляем средство на коже на 15 минут. Потом остатки удаляем сухой салфеткой. Стараемся сильно кожу не тереть. Оставлять на ночь это средство на коже не рекомендуется. Проводим подобные процедуры курсами. По вечерам, каждый день или через день, в течение двух месяцев. Потом обязательно надо сделать перерыв, чтобы кожа отдохнула, а также чтобы избежать привыкания кожи к кокосовому маслу. Если вы сразу заготовите большее количество такой смеси, то можно перелить ее в удобный флакончик и хранить в темном месте при комнатной температуре. Противопоказаний к применению кокосового масла практически нет, кроме индивидуальной непереносимости. Поэтому перед первой подобной процедурой я, как обычно, рекомендую провести тест на аллергию на сгибе локтя. Для исключения возможной аллергической реакции на продукт. Также, если у вас имеются воспаления глаз, век или слизистых поверхностей, от применения кокосового масла стоит отказаться до тех пор, пока ваши глазки не будут полностью здоровы. Друзья, кокосовое масло также прекрасно восстанавливает кожу лица от морщин, дает быстрый и заметный эффект. Если вы хотите, чтобы я в одном из ближайших видео рассказала вам о лучших способах применения кокосового масла для лица, как обычно, дайте мне знать своими оценками. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой Инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok